Уходящий 2017 год выдался для Евразийского экономического союза плодотворным. Взаимная торговля стран евразийской пятерки выросла на 27%. Рост ВВП по итогам года около 2%. Завершены переговоры с Китаем и Ираном. Планируется, что с этими странами в 2018 появятся зоны свободной торговли, завершена работа над Таможенным кодексом. В сфере транспорта важнейшим событием стало принятие дорожных карт, и их реализация позволит снять до 2025 года ограничения на перевозки всеми видами транспорта в рамках ЕАЭС. Завершается разработка концепции общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Ключевые проекты в ЕАЭС на 2018 год уже определены. Среди них формирование евразийских брендов, развитие общего рынка лекарств и медицинских изделий, а также снятие оставшихся барьеров на внутреннем рынке. В приоритете также развитие торгово-экономических связей с третьими странами. Мы реализовали несколько прорывных проектов. Первое, нам удалось согласовать Таможенный кодекс. Это была достаточно сложная задача, и нам удалось согласовать все позиции. И с 1 января этого года Таможенный кодекс вступит в силу. Это достаточно продвинутый документ, который для бизнеса создает более благоприятные условия. Мы через эту процедуру за 2,5 года ее существования пропустили более 200 проектов решений. И в этом году очень важное изменение произошло. Такой важный очень документ, важная сфера регулирования, как технические регламенты, стали также подпадать под процедуру оценки регулирующего воздействия. Это то, с чем бизнес сталкивается ежедневно.